я приветствую подписчиков и зрителей канала с вами баде продолжаем да не ручит и так продолжаем играть пенумбру 2 black plug или дневники мертвецов как на русский язык если перевести я остановился на том что мне нужно установленные платы загрузить этот компьютер интерфейс сеть загрузка кстати может это подсказки и с помощью этого компьютера мне нужно их запрограммировать но я если честно пока вообще не понимаю как это сделать просто серии в конце я маленько потупливал с этим делом я даже а все вспомнил е-мое хотя может это не имеет отношения к делу я же книжку не успел прочитать пока от него бегал компьютерное руководство вот как раз по моему она и будет для нас правильным подспорьем установка сервера быстрое руководство чаще всего при установке сервера возникают проблемы при использовании неправильно форматированных плат пожалуйста убедитесь что загрузочная сетевая интерфейсная платы работают правильно и до них не установлено никаких программ необходимые платы количество программ указано скобках загрузочная составляет базовый диск и данная конфигурации комплектующих сетевая с помощью отлаженных драйверов связи позволяет получать доступ к локальной сети или центральной сети поставляется с новейшими протоколами защиты интерфейсная содержит все программы необходимые для доступа к серверу файлам и прямому высокоуровневому доступу и комплектующим совместимые с платами программы установка платы требуется установка для запуска любой программы установка информация диски сопоставляет данные конфигурации диска локатор сопоставляет данные конфигурации комплектующих протокол сокета устанавливает драйверы для связи брат маузер обеспечивает защиту против доступа антивирус обеспечивать защиту Интерфейс, устанавливает интерфейс, сетевой локатор. Ну, вот, по-моему, это подсказка. Теперь давайте ещё раз посмотрим, какая плата что делает. Допустим, у нас синяя стоит. Синяя – это сеть. Соответственно, что у нас для сети? Сетевая. С помощью отлаженных драйверов связи позволяет получать доступ к локальной сети. Или центральной сети. Поставляется с новейшими протоколами защиты. Так, ну давайте пробовать. Поставляет к сети. Так, установка платы написана для любой программы. Так, антивирус Брандмаузер там был 100%, помню. Так, ну сетевой локатор тоже 100%, потому что сетевая карта. Жалко, нельзя отсюда зайти в записки. Ну-ка, давайте выйдем. Да, это будет долго, по-моему. Локальная сеть, центральная сеть, протокол защиты, отлаженные драйвера. Не знаю, давайте попробуем. Установка платы. Брандмаузер, антивирус, сетевой локатор. Так, что еще есть? Локатор комплектующих. По-моему, локатор комплектующих. Или протокол сокета. Давайте протокол сокета. О! Отлично. Все, карту забираем. Пойдемте ее вставлять. Хорошо. Чего орешь, ты как придурочный? У людей такая неинтересная жизнь. Неужели у вас всегда такая скука? Я... Я больше не могу. Выпусти меня. Напугал, идиот. Так, что у нас там по красной было? Красная это у нас... Загрузка. Загрузочная. Базовый диск и данные о конфигурации комплектующих. Так, по-моему, я понял. Установка платы обязательно. Локатор комплектующих. Так, что-то было еще про... И, по-моему, вот этот. Хорошо. Смысл непонятен. Понятное дело, что без книжки я и не смог в прошлой серии ничего скомпилировать. Потому что без нее никак не получится. Так, и зеленая у нас, соответственно, по остаточному принципу, да? Так, она у нас... Она у нас интерфейсная, содержит все программы. Вообще все, что ли? Давай попробуем. Так, установка платы. Так, ну по остаточному принципу, да? Так как все программы не получилось, по остаточному принципу. Давай. Отлично. Логика здесь присутствует. Так, как бы здесь какой-нибудь кипиш не начался после того, как я эти платы вставлю. И вообще для чего я их вставляю, самое интересное. Свет зажегся? Так, больше мне здесь ничего не надо, судя по всему. Что я теперь могу сделать? Может, его компьютер и пошарится? Его я выпускать не буду. Давайте к его компьютеру. Да, как я и думал. Текущие операции. Чё-то много здесь для всего, для почитать. Был я в этой пещере в первой части. Ностальгия гробница. Здесь не был. Главные раскопки. Гробница Туурнгайт. Продолжительность проекта 3 марта по настоящее время. Раскопки. Текущая задача. Ксерное исследование. Читал я про них в прошлой части. Место первичных раскопок имеет первостепенную важность для древних в Гренландии. Это место находится под комплексом Мануик. К 2000 году раскопки ведутся уже почти 25 лет. В марте, когда была открыта гробница. Что, предложение какое-то странное. В марте 2000 года, когда была открыта гробница. Что? Ладно. Исследование гробницы и ее содержимого. Находки. За большую часть работы отвечает команда лингвистов. То есть главный переводчик город Лефреск. Пока что он обнаружил следующее. В гробнице обитал какой-то древний организм. Этот организм, возможно, был помещен на карантин. Термин Туурнгайт происходит из инуитской легенды о злых духах. Лефреск рекомендует немедленно свернуть все работы на месте первичных раскопок. Расходы человека недели. Примерно 27 с лишним. Материалы. Примерно 53 миллиона. Ну, немало. Операции запланированы на апрель. Следование гробницы. Команда распечатает гробницу для стандартных тестов. Говард решительно возражает против этой операции. Протест отклонен фриском. И операция намечена на 1 мая. Текущий статус. Активные раскопки. Надо было слушать говорда, идиоты. Надо было. Вторичные раскопки на объекте B. Водная пещера, где мы и были. Продолжительность проекта. 2 года. Раскопки. Обнаружить и изъять следы пребывания и артефакты чужих для поддержания деятельности главной организации. Персонал. Возвышенная каста 0. Проект не был признан достаточно важным для присутствия возвышенной касты. Главный химик такой-то в 12 сентября 1991 года заменен Освальдом. Причина – недопустимое поведение. Находки. Вещество 63. Признано первичным материалом, из которого изготовились артефакты Персорна Тардус. И первое, новое, не внесенное в периодическую таблицу вещество, открытое древними за последние 18 месяцев. 6 января 1992 год. Артефакт 66B. Еще один найденный артефакт. Артефакты внесены в каталог. Команды исследователей продолжают теряться в догадках относительно назначения этих предметов. Все симптомы, проявленные командами исследователями при контакте с этими артефактами, подтверждают нашу первоначальную гипотезу относительно их природы. Вот все понятно. Составлен рапорт о потенциальном саботаже, за которым последовательны множественные поломы механизмов и кражи, в особенности радиооборудования. Предположение, обезвоживание в результате истощения, пришедшее к халатности. Пропавший шахтер все еще находится на территории раскопок. Раскопки закрыты. Что-то с инопланетянами связано. Я считаю, что у меня есть отличнейший доступ ко всем твоим воспоминаниям. Я оказался в своего рода затруднительном положении. Этот саботажник, уж не знаю почему, но он напоминает мне о рыжем цвете. Ага, значит этот шахтер, который пропал, это и есть наш рыжий. Интересно. Исследовательская станция Мануик, Гренландия. Продолжительность 1 апреля 1973 по настоящее время. Отчет со Сталин учредительным наблюдательным Брэном Стафферсом. Я уже начинаю заговариваться, просто очень много текста. Раскопки исследования. История. 19 января 1979 года центральная каста древних узнала о масштабном промышленном инциденте в далеком шахтерском комплексе в северо-западной Гренландии. И тот случай совпадал с многочисленными местными слухами о ненормальном поведении и развитии животных. В частых случаях самоубийств и необычных происшествиях внутри самой шахты. В этих отзывах часто упоминается точное место обрушения шахты, судя по отчетам, вызванным сумасшедшим шахтером. Есть подозрения на ксеноактивность и назначено полноценное исследование. Цель. Найти и изъять свидетельства о чужих и артефакты. Операция. После двух лет строительства Мануик стала практически самодостаточной. Устранены многие факторы, угрожающие секретности древних. Во время строительства одним из таких факторов стала повышенная необходимость в грузах, доставляемых морем. Мануик управляется основанной командой исследователей и небольшой командой обслуживающего и общего персонала. Присутствие касты возвышенных обусловлено потенциальной значимостью будущих открытий. Неквалифицированный труд и управление ресурсами осуществляют местные жители, молчаливые. Планы по использованию старого шахтерского комплекса в целях древних были отменены, и раскопки теперь ведутся прямо под шахтой, на расстоянии полумиле от места взрыва. Уровень секретности высочайший. Согласно стандартной процедуре, вся документация по комплексу была уничтожена после его постройки. Все, кто знал о комплексе, работают в нем или не предоставляют угрозы. Комплекс может обеспечивать себя с минимальной зависимостью от местных поселений. Официально существование комплекса не задокументировано. На настоящий момент существуют лишь мелкие практически неудобства. Находки. Вещества 53, 63 и 70 по 73. Артефакты Persona Tardus, 27, теперь они считаются как-то связанными с содержимым недавно найденной гробницы. Артефакты Finis Specialis, 10, они не предоставляют больше ценностей для древних, но почему-то предоставляют огромную коллекционную ценность для низшей касты. Гробница Turngite, расходы засекречены, итоговое состояние рабочее. Так, здесь все почитал. Международная работа, другие места раскопок. Файл поврежден и не может быть открыт. Ладно. Управление замками. Номер двери. Ой, какой же там был номер двери? Это 30 с чем-то. Давайте почитаем. 3061. Я уже не помню, где она была. 3061. Отлично. По-моему, это лазарет был. Давайте сохранимся. Хорошо. Видимо, в лазарете мы найдем оставшуюся часть для прохода в библиотеку. Давайте отсюда выходить. Поднадоела мне эта локация, если честно. Добавление о внутреннем распорядке. Глава касты настоятельно просит биологов-вирусологов не брать работу на дом. Ну, ладно. Так, где, куда я не мог попасть-то? В лазарет, по-моему, не мог попасть? Или в жилую зону? Что-то я уже подзабыл. Давайте сначала подойдем к библиотечной двери. Сканер меня не узнает. Сканеру ладони этого хватит. Осталось для глазного что-нибудь найти. Ну, понятно, она в лазарет. Давайте туда и отправимся. Лазарет. Все правильно. Теперь главное, чтобы за нами никакая тварь не побежала. Так, сюда я, по-моему, не могу пройти, да? Да. Ладно, чтобы не было в этом лазарете, надо отправляться туда. Хорошо, напрямую. Фух, надеюсь, не будет этих ходячих письюкатых парней. Так, ну здесь почти уютно. Ключевое слово почти. Тяжелый ящик с хламом. Так, матрас, под ним ничего. Что это? Медицинская повязка. Повязка на руку с маленькой коробочкой. Интересно, зачем такая нужна? Что, я ее одел? Да, я ее одел. Так, кровать можно двигать, но мне это незачем пока, по крайней мере. Так, там наверху что-то есть. Хорошо. Так, по часовой давайте, чтобы ничего не упустить. Что это? На экране надпись. Не человеческий образец. Ставьте человеческий образец, попробуйте еще. В смысле, я не человек, что ли? Ага. Понял, зараженный, значит, не человек. Это какой-то медицинский аппарат для сканирования. Значит, нужно найти руку человека. Я сделал заметку в блокноте. Дверь в криокамеру в лазерете заперта. Ладно. Попробуем чем-нибудь отпереть. Было бы чем. Так, ну давайте, наверное... Даже не помню, когда я последний раз спокойно смотрел телевизор. Я телевизор тоже вообще не смотрю практически. Несколько медицинских статей 50-летней давности. В одной написано об открытии ДНК в лаборатории Ковендиша, а в другой о новой вакцине против полиэмилита. Так, по-моему, я здесь был. Ну, здесь точно. Такой же кабинет видел, помните, в самом начале, когда мы пошли по вертелённой шахте. Крепкий медицинский шкаф. Заперто, наверняка там есть что-то интересное. Да наверняка. Давай расфигачим. Можно так сделать? Откройте, сволочи, шкаф. Ладно. Его и редко использовали, или хорошо вымыли. Я в этом не разбираюсь, но в энергетском снимке позвоночника какие-то странные пятна. Раздробленное что-то, да? Так, как мне шкаф-то открыть? И что за звуки? Сообщение пришло? Сохранимся. Что-то с этими артефактами не так. Да уж, будь уверен. Так, записка. Правила пользования криокамеры. Криокамеры – это современное устройство, позволяющее совершать криогенную заморозку тяжелораненного персонала с возможностью приведения его в сознание через некоторое время. Во время заморозки пользователи могут не всегда испытывать лёгкие галлюцинации. Требуется подтверждение от первого успешно увиденного из стаза пользователя. Правила пользования. Следующие основания являются достаточными для применения криогенной заморозки. Любой наблюдатель или представитель касты возвышен в тяжело болен или ранен. Любой представитель низшей касты из организации древних, обладающей ценной информацией, тяжело болен или ранен. Любой пациент, заражён мизинным вирусом или бактерией, был признан незаразным. Любой раненый работник со следующими неизлечимыми симптомами обязан войти в стаз для дальнейшего медицинского обследования. Кардиомиопатия, глаукома, полиомиелита, диабет или туберкулёз. Любой представитель касты возвышенных, официально признанный умершим, должен быть помещен в стаз в церемониальных целях. Период нахождения заморозки для умерших должен быть продлён, так как наши текущие исследования направлены на то, чтобы сделать возможным воскрешение. Доступ строго воспрещен для всех, кроме медицинского персонала. В настоящее время у древних нет возможности представить к устройству персонала на 24 часа в сутки. В результате всему персоналу с группой особой важности и риска были выданы специальные наручные повязки. Чувствительные к биению пульса. Всё время держите эти повязки при себе, они дают автоматический доступ к устройству, если сердечный ритм носителя предполагает высокую вероятность приближающейся смерти. Замечание. Персонал из низшей касты может при желании заполнить форму соглашения, которая позволит им в случае опасного ранения быть замороженными хотя бы частично. То есть вы хотите сказать, что какая-то хрень вылезет меня напугает и у меня одет этот браслет, я смогу туда забежать? Ладно. Я, по крайней мере, буду к этому готов морально. Так, здесь пусто, да? Приглашение в видеочат. Давай. Вот это да! В прошлый раз я решила, что у вас видок хуже некуда. Или сейчас разрешение получше? Ай, так, простите меня. Нельзя глумиться над единственным кандидатом в спаситель. Я хотела сказать, эти странные артефакты лучше не трогать. Мы пока не знаем, как они работают. Я однажды видела, как кто-то подошел к такой штуке слишком близко. Вам, наверное, лучше об этом не знать. Неважно. У вас, то есть у тебя, обязательно все получится. Наверное. Я надеюсь. Между прочим, если окажешься в моих краях, я ведь тут вроде как в ловушке. Ничего страшного, конечно. Я так, на всякий случай. Ну, конечно. На самом-то деле они совершенно безопасны. На сто процентов. Уже я-то знаю. Они согревают и тело, и душу. Ладно. В любом случае, приятно поговорить с живым человеком. Файл поврежден. Стандартные химические тесты. Объект примат шимпанзе. Препарат темазепан. Как и ожидалось, объект демонстрирует признаки расслабления и сонливости. Диатиламид лизинговой кислоты. Как и в предыдущих экспериментах, с кошками шимпанзе показывает неспособность справляться с химическими симуляторами. Препарат Виская Сомнус. После инъекции сердечный ритм объекта замедляется до такой степени, что по всем параметрам шимпанзе можно признать мертвым. На самом же деле пульс просто упал до невероятно низкого, но безопасного уровня, и вскоре объект пошел на поправку. Мне кажется, этот препарат нам нужен, чтобы проникнуть в дверь. Тетрагидроканнабионол. В умеренных дозах этот препарат считается абсолютно безопасным, способствует расслаблению. Еще не доказано, наносит ли его передозировка вред психическому состоянию. Этот примат погиб. Прошу считать это официальным запросом на новых подопытных смотряка. Так, значит... Нам нужны вот эти два препарата, мне кажется. Только их нужно взять где-то. Взять их можно только в шкафу. Давайте сохранимся еще раз. Так, что мы имеем в записках? Дверь, креокамер в изолете заперта, дверь в библиотеку закрыта. Мне нужно каким-то образом открыть эту дверь. У тебя в голове настоящая каша. Вот А, литерация, Б, бабульник, В, вегетосоматический. Эти длинные ненужные слова занимают столько места. Пора прибраться в твоем бардаке. Вот, к примеру, зачем тебе таблица Менделеева? Сотрешь ее, друг? Так, здесь-то я еще не был. Здесь может быть ключ к моей. Моим приключениям. Да, вот он, камень. Мне так кажется, по крайней мере. Ничего. Зачем мне эти флайеры? Пока вообще не понимаю. Так, ну давайте попробуем камнем разбить шкафчик. Ну это первое, что мне идет в голову. Других вариантов я пока просто не вижу. Ключа я нигде не находил. Да, отлично. Да, виска и сомнус, как я и думал. Мы его выпиваем. И проходим туда. Давайте. Как это сделать? Как его выпить? Так. Он у меня есть, но как его выпить? После инъекции сердечный ритм объекта замедляется. Ну? Потому что он практически мертвый. А когда он мертвый, мы проходим в криокамеру. Все логично. Ну, допустим, так. Нет, да? Не совсем понятно. Как мне его принять самому-то? Ну-ка, если смешать. Вместе не будут работать? Шприц? Да. Это же очевидно. Так, ну теперь применяем. Все, давай проходим. Браслет я одел. Пропускай. Ну? Это не к добру. Сейчас, наверное, опять будет поездка в Сайлент Хилл. Сабугры сознания. Нет, дверь открылась. Ох, черт. В какой-то момент мне показалось, что это конец. Как-то я, знаете, прикипел к этому парню, который со мной разговаривает. У него голос такой успокаивающий. Так. Здесь можно закрыть ее. Что я сделал? Но все равно что-то нажал. Закроешься, нет? Так, давайте обследуем сначала. Маленькая криокамера. Там что? Градусник показывает минус 200 по Цельсию. Холодновато даже для такого места. Интересно, есть там что-нибудь? Наверное, лучше не знать. А, кто-нибудь. Криогенная заморозка. Там по-любому сейчас что-нибудь нажму. Отсюда полезут гады ползучие. Так, давай снизу. Еще фонарики. Батарейки. Ладно, нажимаем, будь что будет. Это что такое? А, все, понял. Голова. Кажется, ему нечем помочь. Ну и ладно. Так, ну я в принципе на пути к библиотеку. Все препятствия преодолел. Кроме тех, которые могут неожиданно по скрипту на меня вылезти. Давайте туда и отправимся. Фух, надеюсь, никого не будет. Очень на это надеюсь. Так, как нам быстрее попасть в библиотеку? Направо, налево. Хорошо, потому что у меня это... Так, я уже чувствую, какая-то жопа начинается. Удивительно. Готов поклясться. Мы оба видели, что раньше здесь была дверь. Да. Так, здесь была дверь. Они надо мной издеваются. Так, куда мне теперь идти? По-моему, такого коридора не было. Нет же, нет. Не туда. Ты знаешь, куда идешь, а? А сзади разве не было никакой двери? Все, начался ад. Здесь началось изменение локации на ходу. Что делать теперь? О, дверь. Вот растяпа. Дверь тут все время была, а ты... Может быть, лучше, если стоя на Кевин сделает за тебя всю работу. Ты... Ты бы видел свое лицо. Похоже, будет весело. Мне даже немного жалко тебя убивать. Что же за хрень-то в меня вселилась? Ладно. Давайте. Ну, с конем разобрались. Остался ручной. Ну все, библиотека, вперед. Я кое-что собрал по пути, и в итоге все же приблизился к цели. Я был уверен, что найду все ответы за той дверью. Мне следовало отправиться на поиски еще тогда, когда я получил письмо от отца в 2000 году. И чего я ценил целый год? Ох, как тут хорошо-то. Ну ладно. Физика и математика. Мистерии червя. Ну и книг они тут понабрали. Да, спорить не буду. Не маленькая подборка детективов. Странно. Так, почему дверь перед ней стоит, стол? Сохранимся? Мало ли что здесь нам приготовили разработчики. Я не могу разобрать, что тут написано. Ничего себе, я могу это прочитать. Что мартышка без моей помощи никуда? Хочешь узнать, что тут написано, а? Хочешь? Просто мечтаешь, так ведь? Ты заметил, какой тут сквозняк? Так, этот парень начинает со мной играть, причем очень жестко. Надо быть начеку. Так, здесь ничего, здесь я сохранился. Несколько сильно потрепанных лингвистических книг. А, это не дверь, это просто такие панели. Естествознание. Намеков ты не понимаешь. Почему бы тебе не напрячь свои чудесные мозги? Как насчет увлекательного чтения? Ну давай попробуем. А, ну у меня нет этой записки. Так, что-то могу взять. Так, а это что? Какой-то странный механизм держит дверь запертой. Надо как-то ее открыть. В библиотеке есть запертая дверь, ведущая дальше на базу. Так, ну ладно. Кстати, все равно случайно я ход нашел. Вот и наш папаня, к которому мы так долго шли, да? Нашли его мертвым. Ладно, давайте, наверное, кнопка явно откроет тут дверь. Обыщем это помещение, где он сидел. Книжки, ничего интересного. Сначала с ящиков начнем. Что-то много фонариков дают, наверное, впереди будет очень темно. Не фонариков, а батареек. Так, тебя обыскать нельзя. Давайте записку отца почитаем. Последние слова Говарда. С тех пор, как я покинул столовую, этот наш последний бастион человечества здесь, моя вера только укрепилась. Я был прав, и мои выводы верны. Иногда мне приходилось проходить через зараженные области мануика, и, судя по сделанным наблюдениям, мое изначальное открытие становится все более очевидным и важным. Зараженные люди общаются друг с другом. Похожее, но чуть более простое общение наблюдается и у других существ всех видов. Порой зараженные общаются, не видя друг друга телепатически. Несмотря на то, что они выглядят впавшими в беспамятство, зараженные особи не утрачивают способности к высшей мозговой деятельности. Их способность решать проблемы порой превосходит даже способности здоровых людей. При разделении существа лишаются своего интеллекта, зато обнаруживают некоторые признаки коллективного или центрального разума. Вывод. Проявленный разум находится на таком уровне, что его лишь приблизительно можно назвать коллективным. Это заключение и определило ход моих последних исследований. Хотя зараженные и бродят, как безумные. Хотя тут уместнее будет слово зомби. Они не глупее рабочей пчелы. Да, они действуют на автомате, но не бессмысленно. Если коротко, я думаю, что с этим центральным разумом можно связаться. Договориться. Однако общение невозможно при заражении, разве что есть способ как-то подавить инфекцию на время. Достаточно для того, чтобы выйти на связь с Роем. Должен быть какой-то способ заключить мир. Сегодня я общался с разумом Турнгайд. Я был прав, его интеллект превосходит все наши самые смелые предположения. Он рассказал мне обо всем. Обо всем, что мне нужно знать. Вы не представляете себе. Я не могу этого принять. Господи, прости нас. Вот так штука. Вот так номер. Наш папаша жил да помер. Хм, стихоплёт. Сила муха на варенье, вот и всё стихотворение. Ну ладно, папань, ты-то понял, да? Я не смог это выдержать, а мне это ещё предстоит сделать. Ладно, давайте туда и отправимся. Я никогда не задумывался о смерти отца. Я не мог даже помыслить о том, что не застану его в живых. Я был полон решительности закончить его работу, найти ключ к этой инфекции и связаться с Турнгайдом. Так, где я нахожусь? Мне интересно, это уже конец игры или впереди ещё много приключений? Куда-то выбираюсь. Очередной раз шахту. Куда-то выше. Старая бетонная труба. Из канализации, наверное. Так, ну давайте будем пробовать подниматься. Так, тут ничего вроде интересного. Так, каким-то образом нужно сконструировать себе подъём. Ну давайте пробовать. Большая деревянная доска. Так, и что с ней можно сделать? Эту гад... Если я двигать не могу, да? Ну, например, так. Не очень хорошо отбалансировано, но сойдёт. И что, я прыгаю так? Оп. А, всё, понял. Так, ну что ты не падаешь? Теперь сюда подставляем бочку. Так, не понял. Достаточно увесистый. Ну, падай. Оп. Нет, маловато. Надо побольше. Ещё ящики. Такой гул стоит просто напрягающий. Так, ну что ты падаешь-то? А может... Надо вот так сделать, а не как я. Было бы логичнее, правильно? Который, куда ты, куда ты катишься? Так, ну и бочку. Для закрепления материала, грубо говоря. Оп. Хорошо. Рубильник. Рычаг, не знаю зачем он. Отлично. Давайте, наверное, эту серию закончим. Подниму себя выше уже в следующей серии. Не знаю, близок ли я к концу. Те, кто проходил, наверное, знают. Но у меня такое ощущение, что ещё всё впереди. В этой серии мы нашли нашего отца. Наконец-то выбрались из той... Из того лабиринта коридоров. Вроде пока давно не встречал этих мутантов. Всё пока идёт как по маслу. Спасибо за внимание. Увидимся в следующей серии. Ставьте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Семён Ноди Бодиплей. Всё, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok